Умер Сергей Доренко, один из ярчайших телеведущих 90-х и радиоведущих 2000-х. Журналист ехал 9 мая по Садовому кольцу на любимом мотоцикле. Когда потерял сознание, выехал на встречку и врезался в бетонное ограждение. Прибывшие на место врачи скорой не смогли его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты. В будущем октябре Доренко исполнилось бы 60. Наталья Воробьева продолжит. Противоречивый, одиозный и харизматичный. Родился в Крыму в семье военного летчика. Сам называл себя гарнизонным хлопчиком, но явно амбициозным. Поэтому сначала был дом в Барвихе, а потом квартира в знаменитом доме на набережной. А начинал с Университета дружбы народов, переводчика в Анголе, службы в армии. Потом стал солдатом удачи, как опять же сам себя характеризовал. Страна узнала Доренко в 90-х, когда он вел итоговую программу «Время» на ОРТ, нынешнем Первом канале. А потом уже авторскую передачу с запоминающейся заставкой, которая сопровождалась звуком скрежета шестеренок. Тогда телеканалом владел Борис Березовский. После нескольких скандальных выпусках, посвященных мэру Москвы, Доренко дали прозвище «Телекиллер», а в народ ушла фраза. Казалось бы, при чем тут Лужков? Последний раз программа Доренко вышла в эфире ОРТ. Она была посвящена гибели подводной лодки «Курск», в которой он напрямую обвинил руководство страны. После этого программу закрыли, а Доренко, как он сам говорил, получил запрет на федеральные телеканалы. Березовскому пришлось продать контрольный пакет ОРТ Абрамовичу. О Березовском Доренко позже говорил, что это лучший начальник всех времен и народов, что он был хороший приятель, но не очень хороший друг. «Он продавал меня несколько раз, я его тоже, но нам нравилось бывать вместе», говорил Доренко, вспоминая ужины в доме приемов Логоваза. У них было много общего. Любили и умели жить. Яхты, джеты, дайвинг, мотоциклы, молодая жена. Умели себя и подавать. Даже в свои 58 лет Доренко приехал к Дудю на спортивном велосипеде, который все время был в кадре. И он также, как Березовский, не умел жить без аудитории. Ушел на радио. Сначала ведущим «Нехо Москвы», потом стал главредом РСН. А последние пять лет главред, совладелец и ведущий «Говорит Москва». И в эфире звучит его звездная, фирменная, раскатистая «Р». Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все это радио, говорит Москва. Всегда был очень прогрессивным. В 2012 году завел видеоблог на Ютьюбе. С появлением телеграм-канала Вдаренко стал одним из самых популярных авторов русскоязычной благосферы. Его интервью Дудю собрало более 5 миллионов просмотров. Все нации дети. И вот русские это геройские дети. Но если их оставить одних с ножницами и спичками, они сожгут к чертовой матери хату. А если их накормить правильно, яичницу, картошечкой, компотик правильный дать и послать с гранатами по танку, они пойдут с гранатами по танку. Это геройские дети. Русские уникальны чувством справедливости. Но они никогда не были гражданским обществом. Они никогда не имели возрождения. Они никогда не имели уважения к собственности или к индивидуальной судьбе, к индивидуальному человеку. Вообще ноль. Это дети. 7-8 лет. Когда поймешь, становится легко с ними, приятно. И начинаешь их любить. А как не любить детей? Здесь же у Дудя Даренко рассказывает, что одним из лучших его собеседников был Павел Лунгин. Мы спросили у режиссера, о чем они говорили. О древнекитайской литературе и, конечно, о жизни. Он был человеком парадоксального совершенно склада. Он под маской часто орликина, такого шута, скрывал горькие и глубокие размышления о России и понимал ее, мне кажется, как никто. Он нес талант с собой. И то, что его так любили слушатели или зрители, потому что талант этот расплескался и заряжался. Погиб он как-то непристойно рано, но символично. На мотоцикле, не выпуская руль из рук, конечно, говорит о характере его и об одиночестве его каком-то. И о том вообще, как он как всадник проскакал по этой жизни. На смерть Доренко отреагировали друзья и враги. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в интервью РБК сказал, Доренко – это гений зла, у которого не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось. И это не ограничивалось расправой над Примаковым и надо мной. Хотя сам Доренко рассказывал, что помирился с Лужковым, и они даже пожали друг другу руки. А вот телеведущий Владимир Соловьев сказал, да, были разные политические взгляды, но сейчас эта роли не играет. Приношу свои соболезнования. В соцсетях медиаперсоны буквально соревнуются в лучшем посвящении Доренко. Рифмует разрыв аорты, рычание мотоцикла и гибель в День Победы. Победителем признан Александр Невзоров, такой же харизматичный журналист только в Петербурге. Ну и что, Доренко можно только позавидовать. Отличная смерть и на хорошей скорости, и на очень классном мотике. Я думаю, что если бы мы предложили на выбор штук пять разных смертей, он бы выбрал именно эту, насколько я его знаю. Но вообще судьба настоящих динозавров вымирать, даже цирковых динозавров в СМИ. Они уходят с арены, освобождая еще больше места для шоу лилипутов. Вообще быть карликом стало модно. С Доренко мы всегда терпеть друг друга не могли, но он молодец. Он не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов. Здоровенным был, здоровенным и ушел. Свой первый мотоцикл Доренко купил только в 38 лет. Почему так поздно? Говорил, что отец запрещал. Сережа, мотоцикл и вертолет не наш транспорт. В семье кто-то из близких погиб, разбился на мотоцикле. Сам же Доренко много раз говорил, что у мужчины после 50 только два выхода. Либо начать бегать по врачам, либо купить себе мотоцикл.